Уважаемые жители Красноярского края, накануне выборов хотелось бы к вам обратиться с предложением. Выбирать осознанно и сделать все для того, чтобы состоялся второй тур. Почему я это вам предлагаю? А потому что, на мой взгляд, господин Котюков в Рио, губернатор Красноярского края, сегодня решил, что он приехал к Папуасу и решил, что достаточно того, чтобы он повесил свои баннеры с лозунгом «Работать по-новому, работать для людей». Что он нам предложил? Какую программу, выверенную, выстраданную, в которой нуждаются жители Красноярского края, живущие, но не очень, скажем так, хорошо? Вот для того, чтобы найти подтверждение своим словам, я хочу показать вам всего несколько цифр. Вот эта книга «Народное хозяйство Красноярского края» 1986 года. Статистика. Это официальные данные, за которые несли люди уголовную ответственность. И в этой статистике мы видим один вид деятельности, электроэнергия. Сколько она стоит сейчас, в сравнении с тем, что она была? Но на 1 кВт в час электроэнергии необходимо 136 грамм условного топлива. На кого возлагается все это? На нас, уважаемые жители. На нас. Это мы оплачиваем сферы дохода господина Мельниченко. Это мы оплачиваем миллионные зарплаты топ-менеджеров СГК-компании. И это мы оплачиваем дважды в год повышаемые тарифы, для которых Котюков знает прекрасно, как финансист. Нет никаких оснований. Никаких. Почему все это происходит? А потому что государственная власть забыла о том, что их обязанность делать жизнь людей лучше. Этого не происходит. Каждый губернатор приезжает и что-то прихватизирует от нашего края. И оставляет нас. Суэк отдали. Господин Ус говорит, у меня у сына маленький разрезик. Сотниково, Каннского района. Был разрез. Он есть, вернее, этот разрез. До села Сотниково была проложена железнодорожная ветка. И отгрузка угля Сотниковского разреза составила более 3 миллионов тонн. Не понравилось это господину Мельниченко. Не понравилось. Зачем лишний конкурент в итоге приобрел карьер, ветку разобрали, теперь оттуда вывозят 5-6 самосвалов. А остальное все повод для того, чтобы поднимать цену на уголь. Вот для того, чтобы не было вот этого всего, мы должны, чтобы конкуренция среди претендентов на должность губернатора была реальной. Вот хочется спросить. Минусинский район, Знаменка, был спиртзавод. В Каннске был ликюроводочный завод. И в Красноярске был ликюроводочный завод. Акцизы от производства алкоголя могли сегодня позволить содержать город Каннск только от одного вида деятельности, ликерка. Мало кто знает, что от одной тонны пшеницы получается от 300 до 330 литров спирта. Полторы тысячи бутылок водки производится из одной тонны пшеницы. Цена сегодня 300 рублей. 450 тысяч рублей получает конечный бенефициар. 450 тысяч рублей. По какой цене продается сегодня пшеница? Крестьянами. 10 тысяч рублей максимум. И люди еще рады, если у них ее возьмут. Вот это перекос, которого не должно быть. Все должно быть выверено. В Каннске сегодня кубометр доски стоит 15-16 тысяч рублей. Это при том, что город Каннск завален отходами лесопиления. Вот эти вещи должны найти понимание. Должна быть четкая сработанная программа, которая предусматривает, я считаю, улучшение нашей жизни. Мы этого заслуживаем. Дороги должны быть межпоселенческие, все заасфальтированы. Никаких улиц частного сектора в городе Каннске и в малых городах Краснодарского края не должно быть с гравийным покрытием. Везде должен быть асфальт. Все должно быть ухожено. И люди должны жить комфортно. С наличием водопроводной воды в доме и прочих услуг коммунальных. Которые не должны превышать их обоснованную себестоимость и уровень рентабельности. Но не должен сегодня руководитель управляющей компании получать миллионы, а жители городов и поселков оплачивать эти миллионы. Происходит защита государства, жителей? Нет, не происходит. 52 доктора наук уволилось за период работы ректора Артюхова Ивана Павловича в Красноярском государственном медицинском институте. Кто сегодня преподает? И посмотрите, кто сегодня учится. Более 20 человек студентов эпиопии. Я не расист. Но почему находит Дерипаска деньги для бесплатного обучения этих специалистов и не учат наших ребятишек бесплатно? Какая нехватка врачей, вы знаете. 100 миллионов потратила краевая администрация на флагшток в Красноярске, самый высокий якобы в мире, в России. А 100 миллионов рублей стоит сегодня полностью оснащенный морг. Морг это патологоанатомическое отделение. Его в Каннске практически нет. То, что есть, это издевательство над людьми. Где приоритет? Приоритеты власти в том, что она сама власть. А народ, она не хочет их видеть. Вот чтобы этого не было, нужен второй тур. Пусть господин Кадюков победит, но с отрывом 2-3%. Тогда он будет чувствовать, что есть люди, которые являются силой. Которые являются ему конкурентами. И которых надо слышать и слушать. Которым надо прислушиваться и, возможно, делать то, что они предлагают. Вы видите сегодня это? Нет. Мы что, попуасы? Миклуха Маклая привез им бусы и зеркальца. И они купились на это. А мы на что купимся? На лозунг работать по-новому, работать для людей? А где они, эти люди? Эти люди мы с вами. Но мы уже устали от всего этого. Стряхнитесь и подумайте. Как будут жить ваши дети? Как будут жить ваши внуки? Если это вам не безразлично. Я приглашаю вас 10 сентября прийти на выборы и проголосовать или за Глескова, или за Иванова. За Катюкова пусть голосует только та Единая Россия, которая дала ему деньги на выборы. За 46 миллионов рублей, которые он потратил сегодня на избирательную кампанию, можно было в городе Канске или любом другом установить завод по переработке гречки. На 500 тонн в сутки. Вернее, на 50 тонн в сутки. И реально помочь сельскому хозяйству. Но когда в краевом бюджете выделяется 85 миллионов рублей, а министр сельского хозяйства Шорохов говорит, что это надо деньги на огромачивание фермеров, фермеров, у меня возникает вопрос, а может надо грамоте получить министра, может приоритеты должны быть в другом, в реальном секторе, а не в пиаре и распиле. Вот коротко то, что я хотел вам сказать. Реальная программа губернатора должна состоять из пунктов, по которым в каждом муниципалитете будут проводиться те или иные социально-экономические мероприятия, улучшающие жизнь граждан. Вот это будет реально и достойно. А выбор за вами, уважаемые. Но запомните, если вы не занимаетесь политикой вы, политика занимается вами. Не нойте и не хнычьте. За рост цен, который неминуемо будет, потому что сегодня уже оптовики отпускают дизельное топливо по 75 рублей. На обработку одного гектара один раз требуется 20 литров. Кто за это все будет платить? Только вы, уважаемые граждане большого Красноярского края. И некогда великой, а теперь просто большой страны.